В эфире новости в студии Илья Лопушенко. Здравствуйте. О самых важных событиях к этому часу расскажем в нашем выпуске. В начале опаводковой ситуации за сутки в области уровень воды на реке Клязьма вырос на 19 сантиметров. Сложная обстановка до конца недели и на реке Судогда. На контроле спасателей также ситуация в Собинском районе. Там длина перелива дорожного полотна уже составила 40 сантиметров. Но транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено. В зонах подтопления сразу несколько населенных пунктов и в Петушинском районе. В частности, дорога недалеко от села Марково, деревень Чаща и Барок. Там длина перелива составляет 30 сантиметров, а глубина 20. Мониторинг поводковой обстановки осуществляется при помощи 11 гидрологических постов. На контроле на территории области находится подтопление 77 предусадебных участков, 5 переливов участков дорожного полотна и одного низководного моста. В данном населенном пункте происходит также подтопление дорожного полотна к населенному пункту Марково. Условия жизнеобеспечения населения не нарушены. Все они заблаговременно и заранее решены. Имеется резервный путь объезда, подъезда к населенному пункту. Соответственно, население о данном происшествии проинформировано. Жители одной из деревень в Судогодском районе жалуются на состояние единственной дороги. Люди говорят, на ней ежедневно буксуют легковые машины. Вытаскивать их приходится с помощью трактора. В случае ЧП здесь не проедет ни пожарная техника, ни скорая помощь. Когда в деревню благоустроят единственный путь к цивилизации, разбирался Игорь Липский. Извилистые колея и грязь. И так, на протяжении нескольких километров такой семья Пащенко привыкли видеть единственную дорогу до своей деревни уже несколько лет. Едешь, едешь, все повис на всех колесах. Все колеса крутятся, крылья не машет, лететь не хочет. Семья решается проехать по опасному участку дороги, но уже через несколько минут машина начинает буксовать. Люди экстренно звонят старости деревни Михаилу, у него есть трактор. В течение 20 минут на горизонте виднеется помощь. Каждый день Михаилу приходится вызволять из плена по 5-6 машин. Уже две недели староста работает без выходных. Несколько дней назад мужчине даже пришлось спасать другой трактор. Всего за зиму Михаил совершил как минимум 100 спасательных рейсов. Но со временем техника приходит негодность. Это памятник Владимирскому тракторному заводу. Ну ему уже тоже приходится уже. Может быть еще на одну весну хватит на такой напряженном труда. И все, мы будем его, придется его, значит, металлолом сдавать. Люди говорят, раньше здесь была грунтовая дорога, но позже ее перекрыли. Теперь это частная территория. Здесь нарезала администрация участки, по которым нам перекрыли все пути в нашу деревню. Люди нашли решение, проложили новую дорогу через бывшее картофельное поле. Цена вопроса 60 тысяч рублей. Хотя они этого делать были не должны. По генеральному плану развития территории новая дорога здесь должна была появиться еще пять лет назад. Вот эта вот дорога, вот видите, вот эта атака, она шла и проходила по село Богданцу. Богданцу должен был конечный пункт быть. Это семья Саидовых. Они приехали в Россию с Таджикистана пять лет назад. Семье десять детей. Шесть из них ходят в школу в соседнем селе Чамерева. За семь километров от дома Абдузаид, отец семейства, работает врачом-психиатром на станции скорой помощи во Владимире. Из-за качества дороги его дети уже несколько недель не ходят в школу. Им-то все-таки надо сатилизироваться. Я сам заставил их, чтобы они как бы пешком пошли до Исаково хотя бы. Ну, через два дня они больше плакали. Почти всю ночь плакали, не ходили, жаловались, что многие были, а то уже не можем. В деревне Богданцево больше 60 домов. Часть людей живут здесь на постоянной основе. В деревне нет ни магазина, ни ФАПа. Дорога здесь жизненно необходима. В районной администрации нам пояснили, генерального плана строительства дороги не существует. Но ремонт уже запланирован. Сделать его раньше было невозможно из-за ограниченности бюджета. Дорога до Богданцево, пятой категории, грунтовое, тип покрытие. Запланировано в этом году поддерживающее мероприятие с частичной посыпкой щебня. Что производится именно для грунтовых дорог, для общей доступности населенных пунктов. Дорогу до деревни Богданцево начнут ремонтировать после майских праздников. Полотно покроют щебнем. Чиновники пообещали, что все работы завершат до середины лета. Игорь Липский и Вячеслав Сноровкин. В администрации Владимирской области наградили представителей бизнеса и просто неравнодушных людей за помощь вынужденным переселенцам, которые прибыли с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Помощь поступает как со стороны государства, так и региональных предпринимателей и общественных организаций. В том числе денежные благотворителям удалось собрать больше 2 миллионов рублей. Во Владимирской области стараются организовать комфортные условия для вынужденных переселенцев. Детей устраивают в учебные заведения, взрослым помогают с работой. Кроме того, для семьи организуют досуг. Директор департамента соцзащиты населения Любовь Кукушкина поблагодарила жителей региона за неравнодушие. Сегодня на территории региона находится 2230 переселенцев. Из них больше полутора тысяч в пунктах временного размещения. Люди обеспечены одеждой, обувью, предметами первой необходимости. Организовано питание и медицинское обслуживание. Помощь поступает и в виде денежных средств на специальный счет, который организован в учреждении социальной защиты населения. Поступают в натуральной форме. Кто-то приносит набор одежды. Активно подключились практически все территории. Всего жителям, пребывающим, если по гуманитарной помощи смотреть, то волонтерами, предпринимателями, предприятиями собрано более 60 тысяч единиц гуманитарной помощи. Семь тонн гуманитарного груза доставили в город Краснодон Луганской Народной Республики. Продукты питания, одежды и предметы первой необходимости собрали жители Владимирской области. Об итогах гуманитарной миссии отчитался председатель контрольного комитета региона Сергей Полузин. Эти семь тонн включают в себя консервы рыбные и мясные. Эти семь тонн включают в себя бутилированную воду, которая в большом дефиците. Детское питание. В основном сухие смеси. Добавляя зубные пасты, мыло, естественно, зубные щетки. Все, что так необходимо именно для того, чтобы насытить, насытить слегка, так скажем, даже не слегка, очень сильно напряженную прифронтовую полосу. Гуманитарная миссия продлилась пять дней. Владимирская делегация прошла большой путь, около 1200 километров. На всем маршруте их сопровождали сотрудники чеченского ОМОНа. Это именно адресная помощь, подчеркнул сотрудник областной администрации. Весь груз доставили не на склад, а в социальные учреждения Краснодона. Именно этот город выбрали не случайно. Уже пять лет его связывают дружеские отношения с городом Ковровым. Это было воспринято не просто с чувством и со словами глубокой благодарности. Это действительно хорошая русская поговорка «дорога ложка к обеду». Наша ложка, наш гуманитарный груз был дорог именно в это время. Почему? Потому что в Краснодоне, в Краснодонском районе, несколько сот беженцев с освобожденных территорий. С территории Кременного, Попасного, Северодонецкая, Лисичанская и других освобожденных территорий, присоединенных к Луганской народной республике. Сергей Полузин добавил, сегодня как никогда важно не оставаться в стороне. Помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик может каждый. Сбор гуманитарной помощи продолжается. Адреса приема можно узнать на официальном сайте администрации Владимирской области. Сегодня в России национальный день донора отмечается с 2007 года. Поздравить врачей пришли волонтеры. Важный социальный праздник совпал еще с юбилеем. Областной станции переливания крови исполнилось 90 лет. Молодые люди пришли выразить медперсоналу слова благодарности. Принесли цветы и сладкие подарки. Семь человек стали донорами, причем двое из них сдали кровь впервые. Донором может стать любой здоровый человек старше 18 лет. За один раз берут 450 мл крови. Сдавать ее можно несколько раз в год. За каждую донацию полагается два отгула и компенсация на питание. На сегодняшний день в регионе 7 тысяч доноров. В больницы и роддома поступают по 13 тысяч литров крови и плазмы в год. Современные методы позволяют пациентам легче переносить процедуру переливания. Фенотипирование доноров появилось. То есть мы сейчас определяем не только группу крови резус-фактор, как в старые годы, а еще много разных параметров, чтобы максимально точно подобрать кровь донора или рецепиента. И чтобы не было никаких побочных реакций. Яркие краски, творческие идеи и праздничное настроение. Накануне Пасхи древнюю липу Успенского собора украсят 10 тысяч декоративных яиц. В рамках традиционной акции «Пасхальное дерево» деревянные заготовки расписывали воспитанники детских садов, школьники и обычные горожане. Подробности у Оксаны Любимовой. Больше 6 тысяч метров ярких атласных лент, 20 литров лака и 10 тысяч расписанных горожанами деревянных заготовок. Акцию «Пасхальное дерево» баскетбольный клуб «Владимирские львицы» проводит уже третий год подряд. Все эти работы украсят древнюю липу рядом с Успенским собором. В перерывах между тренировками спортсмены бережно опускают каждую заготовку в лак и хорошо просушивают. Вот таким образом мы уже подготавливаем раскрашенные яйца к уже непосредственному развешиванию их на дерево. Мы их прогачиваем, потому что участники красят как акрилами, так и гуашевыми красками. И для того, чтобы они были более погодоустойчивыми, мы решили немного в этом помочь. Акция «Пасхальное дерево» объединила воспитанников детских садов, школьников и владимирские предприятия. Организаторы рассказывают, за заготовками приезжали целыми семьями. Все материалы баскетбольный клуб закупил на собственные средства и деньги спонсоров. Участникам нужно было только проявить фантазию и поделиться хорошим настроением. Вот несколько минут назад нам принесли деревянные заготовочки. Это постоянный наш участник Александра Юрьевна. Она нам каждый год вставляет записочку такую, с какими-то пожеланиями, что в следующем году сделает. Всегда участвует. Вот по ее заготовкам можно изучать Владимирскую историю. Здесь и золотые ворота, и покрова на нырле. Каждый житель, каждый гость нашего города насладится этой истинной красотой. Разные техники и украшения, красочные сюжеты. Каждую работу организаторы называют маленьким шедевром. В этом году пасхальное дерево решили украсить и расписанными заготовками прошлогодних участников акции. А в будущем на базе баскетбольного клуба «Владимирские львицы» планируют открыть музей пасхальных украшений. Заготовочки разные. То есть видно, что кто-то в детском саду расписывал с учителем, с воспитателем. Конечно, есть работы, которые профессиональные художники делают. И там вот, знаете, мы пролачиваем, вешаем на дерево, вот как реликвию. И каждое яичко вешаем с трепетом. Видно, что люди отдают этому свое время. А значит, ну мне кажется, что они объединяются чем-то хорошим. Украшать пасхальное дерево будут с помощью автовышки. Презентация красочного арт-объекта пройдет на смотровой площадке Успенского собора 24 апреля. Оксана Любимова и Дмитрий Шаталов. Во Владимире к летнему сезону начали готовить фонтаны. Всего в городе их 12. К запуску фонтаны готовит Владимир Водоканал. Его специалисты проверяют насосное и электрическое оборудование, запорную арматуру, изоляцию фонтанных чаш. Кроме того, приводится в порядок прилегающая территория. Пробные запуски фонтанов состоятся уже на следующей неделе. А на постоянной основе они заработают к 29 апреля. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. В телеграм-канале, Вконтакте и Одноклассниках. Следующий выпуск новостей ровно в 19.00. Не пропустите.